Представителям среднего и старшего поколения визуально знакомы сертификаты именных чеков имущества с изображением мирского замка. Многие из них и по сей день пылятся в бабушкином серванте или уже угодили в мусорное ведро. Чаще всего это происходит от недостатка информации. Возможно, именно по этой причине около 40% чеков так и остались неиспользованными, согласно данным статистики. Что делать с этими диковинными бумагами, куда нести и на что обменять? Простые граждане теряются в догадках и не решаются навести справки. Выдача таких сертификатов производилась подразделениями Беларусьбанка до 1 июля 1997 года. Поэтому те, кто их не получил, к сожалению, потеряли право на участие в дальнейшей приватизации. Те граждане, у которых такой документ есть, я хотел бы напомнить им о том, что срок обращения чеков имущества заканчивается 31 декабря текущего года. То есть осталось меньше 4 месяцев. И хотел бы пригласить их к нам в подразделение Беларусьбанка на бульваре космонавтов 94 для совершения операций со своими чеками. Для этого гражданину потребуется только вот такой сертификат и документ, удостоверяющий личность, паспорт. Если вы все-таки тот самый счастливый обладатель чеков имущества, то распорядиться ими вы сможете следующим образом. Во-первых, при обращении в банк вы можете обменять их на акции государственных предприятий. Во-вторых, можете подарить ближайшим родственникам. И тогда они, они вы смогут стать акционерами. Однако в данном случае действуют ограничения. К обмену на акции банк примет только до 250 чеков. Также к обмену принимаются чеки, полученные в порядке наследования. Обменяв свои чеки имущества на акции предприятия, работник, клиент получает право собственности на часть данного предприятия. Кроме того, успешно работающие предприятия, получающие прибыль, как правило, часть прибыль направляет в том числе на выплату дивидендов своим акционерам. То есть, кроме владения частью собственности предприятия, владелец акции получает еще право на получение дивидендов. Ну и в конце концов, акции можно и продать. Ситуация прояснилась. Теперь понятно, куда обращаться с чеками имущества и какую выгоду можно получить. А вот где найти список государственных предприятий, на акции которых можно обменять чеки? И на что важно обратить внимание и в первую очередь при таком обмене? Граждане Брестской области, которые желают обменять свои чеки имущества на акции предприятий, должны прежде всего ознакомиться с перечнем предприятий, на акции которых они могут обменять свои чеки. Для этого необходимо обратиться на сайт комитета Бреста облахимущества, либо на сайт АСБ Беларусьбанка. На этих сайтах расположена информация о хозяйственных обществах, об их деятельности. Нужно прежде всего ознакомиться с предприятием, где оно расположено, каким видом деятельности занимается, размер дивидендов, размер полученной прибыли и сделать свой правильный выбор.